Листья желтые над городом кружатся, а в Серпухове предвестником прихода осени по праву считается день осенних пирогов. Традиционно праздник проходит в одном из самых знаменитых и гостеприимных домов купцов Мараевых, в здании историко-художественного музея. Чем на этот раз угощали гостей? Расскажем далее. В особом почете были постные, потому что кушали их не только во время поста, но и по средам и пятницам. Пироги в большой купеческой семье всегда были в почете. С рыбой, курицей, с яблоками и вишнями. Хотя на приготовление их времени уходило больше. Не было даже вот таких силиконовых лопаточек, а сейчас они так вычищают, что ничего практически не остается. Кондитер Маргарита Беззубенкова о пирогах знает все. Самая быстро приготовляемая и, что немаловажно, малокалорийная шарлотка. Ее любили в семье Мараевых. Весь процесс приготовления шарлотки продемонстрировала перед гостями праздника мэтр кондитерской выпечки. Пирожок будет у нас очень пышный и ароматный. Разрыхлитель, целый пакет. Пирог замешан. И теперь мы выкладываем наше тесто в формы. Шарлотка наша готова к отпеканию. 180 градусов 25 минут. Отправляем. Под ваши аплодисменты. День осенних пирогов проводится в Серпухове третий год силами специалистов Серпуховского историко-художественного музея и лучших гастрономических заведений, частных кондитерских и пекарен. И то, что интерес у гостей города и местных жителей только нарастает, говорит количество пришедших на праздник. Нас неизменно поддерживают практически все пекарни города. Они предоставляют для праздника пироги. Некоторые выпекают пироги специально к нашему празднику. Кто-то предлагает пироги традиционные. Например, наш трактир Русь неизменно каждый год угощает наших гостей своим всем известным курником. Шарлотки, пироги со сливами, сладкие с джемом, пряные всевозможные пироги сегодня присутствуют на празднике. То, что пироги удались, гости убедились, отведав по желанию какие кто хочет во время чаепития. Мы уже с мамой записали рецепт шарлотки от кондитера и, возможно, сегодня вечером приготовим. Я достаточно часто посещаю музей. Мне очень нравятся человеческие мероприятия, проводимые здесь. Ну и вкусно поесть. Обещали угощение. А для желающих поближе узнать быт купеческой семьи была приведена экскурсия по дому. Купеческая семья знала толк не только в пирогах, но и была высокодуховной. Коллекция собранных картин и книг этому подтверждения.